Там городок какой-то? Никаких отговорок за работу. Поищем другую дорогу. А какая другая дорога туда может быть? Туда нет другой дороги? Нету. Это горка, в которой сундук. Они вынуждают меня понизить. Не вынуждают меня понизить тут очки. Лояльности. Моих солдат. Зато сундук. Ну а как тут иначе подняться? Иначе никак. Мои солдаты очень недовольны мной. Они не хотят за меня воевать. Они не захотят за меня умираться. Птичка. Госпожа, взгляните, у этого ворона что-то привязано к лапке. Какая-то записка. Может она адресована нашим врагам? Пожалуй, стоит ее перехватить. Принимаем ворона чем-нибудь блестящим. Ладно, вели арбалетчиком подбить птичку. А чего? Мне жалко одного золота. Я хочу подбить и забрать бумажку. В каком-то лагере. Вот здесь искать сокровища. Окей. Прямо город. О, можно помолиться. И бафнуть до желтого уровня лояльность. Зольдатн. Наверняка пригодится. Ачевка какая-то. Тиак. А что подсветило? А ни хрена толкового оно особо и не подсветило. Есть интересное место где-то здесь. Прикольно. Это человеческое поселение почти в самом лесу эльфийском. И вроде ничего. На краю синявой пущи находилась небольшая деревушка Кривой Рог. Поселение было огорожено высоким чистоколом, а его жители носили при себе оружие. Цепы, секиры, утыканные гвоздями дубинки. Видно, соседство с эльфами было не из легких. Ложился на постой, к Мелле подошли двое крестьян. Они склонили головы в знак уважения и стали нервно теребить рубахи в руках. Госпожа, тебе надо было знать, что тут в лесу эльфы встречаются по ночам с торговцами. Покупают у них оружие и лекарства. Лицо Райлы, которая прислушивалась к разговору, исказило гримасы ненависти. Говенкары. Редкостная сволочка. Ради наживы они готовы помогать убийцам. Я настаиваю, госпожа. Мы должны их найти и покарать. Говорите же, где проходят эти встречи? Селяне переглянулись. Один из них почесал в затылке, другой поковырял ногой песок. Наконец, один из них пробормотал. Скажем, госпожа, скажем, только в обмен на золото. Золото они у меня хотят, значит. Я бы игнорировал и пошел бы своим путем. Но что-то мне подсказывает, что говенкары мне эти нужны. Я должен их найти и собрать в них их плюшки. Просто я, насколько уверен, Райла будет крайне недовольна. Здесь я буду игнорировать слухи о говенкарах. А Райла показала себя очень хорошо в битве. Я бы не хотел ее терять. Хм... Что ж выпрыть? Я проигнорирую. Я здесь проездом. Пожалуй, его плечами. Как только я покину этот лес, Скайтаэлли перестанут быть моей заботой. А вы? Вы с ними останетесь. Крестьяне посмотрели друг на друга в замешательстве. Один из них открыл рот, будто хотел что-то сказать, но королева уже не обращала на них внимания. Солдаты выступили в поход, оставляя Кривой Рог далеко позади. А она ничего. Ой, так это тут еще что-то было. Что-то похоже на то самое, что на карте было нарисовано. Очень и очень похоже. Надо вернуться. Может построить ей ускорение ходьбы по карте? А, ну серьезно, там туда можно попасть как-то? Вон, я же вижу. Вон, меня не на е. Я видел, я видел. Я все знаю. Как-то можно. Вопрос только как? Так. Да ладно. Вообще не видно. Никакого прохода. Может он типа как-то позже откроется? Может типа деревья вырубят и он откроется? Ну вообще она туда не идет. Странно. Ну прям такой лес прям. А тут? Аааа, вот они как заныкали. Что здесь? Копать. Сундучок. Тыквы какие-то. Хэллоуинские. Лесника дома нету. Берегись акромантула. Акромантула? Славные в этом году тыквы уродились. Хэ. А я все тут собрал? То есть это все? Больше мне здесь ничего не предложат. Кроме как сундука. Ну и ладно. Труп лежит. А что тут? Вот. Госпожа, мы нашли внизу человеческие останки в жутком виде. По всей видимости скатаели, связали беднягу, намазали собачьим жиром и оставили у гнезда некеров. Я слышал эльфы часто так расправляются с ворами. Интересно, что он украл у них? Может стоит узнать? Отгоните чудовище и обыщите тело. А-а-а. Вели Эйку. Отогнать чудовище, потом обыщить тело. Эйк, это которого я не уговорил идти с собой, за мной. Ну и хер с ним. Так. Какая-то закругленная дорога. Камушек, два дерева. Закругленная дорога, камушек, два дерева. Вот тут можно? ХЗ. Ну а так пройду, проверю. Такое чувство, что я что-то слышал. Какие-то звуки слышно. Какие-то разговоры, какие-то визжания. Визг. Где, в доме? В доме. Наверное, тут эти самые говенкары, да? Я типа за них не заплатил. А вероятности вернуться у меня нет. Ну а-ка, если попробовать вернуться. Дать еще один шанс. Ну слышно же. Слышны звуки из дома. И не хочет разговаривать со мной, скотина. Да и хер с тобой. Что я должен? Постоянно золото направо-налево раздавать. Ладно, надо быструю ходьбу построить. Согласен. Долго, нудно ходит. Так, это что? Доступное украшение. Это мне не надо. Вот это я хотел. Переищение МВП-карте на 5%, на 15%. Блин, оно дорого стоит. Не хочу. Я думал, оно по дешевке. На 5%. Что такое 5%? Несерьезно. 15 еще? Да, ну блин. Это ж надо столько бабок отдать. Да вы рофлите. Ну я ведь тут проходил. Вот здесь я проходил. С хера ли я должен тропу тут чистить? Вот так вот. Мы типа обошли. А че нет че? Обошли? Пошли. Все честно. Вернулись другим путем. А это ворона на дереве. А еще какая-то битва. Так. А я тут все проверил. Интересное место. Сундуки открыл. В принципе. В принципе меня устраивает то, куда я направляюсь. Пойдет. Из леса выскочили эльские воины с боевой раскраской на лицах, ненавистью в глазах и боевым кличем на устах. Мэла стоящая в первом ряду скрестила оружие с напавшим на нее партизаном. Какое-то время они стояли неподвижно лицом к лицу и тяжело дышали. Кто возьмет верх в этом бою? Кто уйдет живым? А кто примет смерть в тени вековых деревьях? Короткий бой. Так. Копейщик пойдет. Взломщик. Я не думаю, что он мне надо. Всадник Кобель. Есть Рейнард. Есть Рейнард, но нет приказов. Значит этот мне не нужен. Есть Газкон, но нет передвижений. Не нужен. Не нужен. Я могу еще две поменять карты. Даже бок. Нет. Короче Рейнард не вытащит тут ничего. А вообще мне тут оказался не нужен. Я пытался ему какую-то комбу найти. Не нашел. Айлирен. Разумеется. У всех эльфов сначала два эльфских луччика разыгрывается. Как мы их устранять будем. Вроде чем-то пахнет. Вот так. Ни хрена. Приказ. Уничтожьте слабейший вражеский отряд и нанесите всем отрядам в ряду урона равное значению силы. Уничтожаем уничтоженного отряда. Я надеюсь оно не призаряжается. Что-то. Вы животное. На нахуй. Нет ли у тебя чего пожрать. А то я голодный что твой волк. Нет ли у тебя чего пожрать. Такая. Посмотрим что котик притащил. Ну а ловушка разумеется. Сейчас мы ее перенесем. Вызовите на долю слабейший вражеский отряд. Если уничтожите его. Удавайте значение текущей силы этого отряда. И восстановите его способность. Приказ. Не ну его надо убирать. Ну нахер. Доспехи их не спасут. Забыть надо будет потом ловушку перенести. А че он в горящее этот выкладывает. Че то как то у меня не очень дела. Мне надо ловушку переносить. Бобби Дауте. Чем проща хороша. Ее спрятать легко. И одного своего. Хорошо. Да он откинется куда-нибудь. Нахер. Эй. Ты там. А ну иди сюда. Еще и броню щас будет добавлять. Нельзя еще. Короче я всрал эту игру. Лирия. Вообще. Никакого дамага нормально не даю. Это эльфская земля Тхойны. Таких как вы здесь ждет смерти. Ну почти. Вот так вот сыграем. Неплохо. Неплохо. Камбэчим. Камбэчим. Крепись любовь моя. Ох педик. А я знаю что я сейчас сделаю. Камбэчим. 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 Туман. Нет отмена. ловушка я знаю что это за ловушка ее величество разумеется но я в принципе и так уже победила ты получал когда нибудь камнем по зубам перевод со старшей речи альверан дочь моя мою вернись домой в рядах sky это еле тебя ждет смерть не поступает со мной так не поступает так с моей со своей матерью довольна того что во время погрома мы потеряли твоего брата ради всего святого ради памяти предков оставь лес пока еще можешь это они там на дереве сидели разговаривали щас так но я да я сперва хочу сюда я тут уже недалеко от основной задачи я хочу полностью исследовать эту часть на 5 какая-то хрень но наш обходится вот так вот пойдем другим путем так вот Ну вот я обошел И зачем мне надо было это все тратить В чем был смысл Тут можно где-то пройти Какая-то дырка А тут прям мост какой-то показывает Я думал типа пройти можно Но видимо нет Ну ладно Что-то у нас Атаковать Вошли в пещеры Они двигались осторожно Даже беззвучно Долго они оставались незамеченными Но из боковых коридоров выскочили эльфские воины На войне с КТЛ обычно действовали хитростью Путая следы Подолгу мороча голову врагу Но не в этот раз Партизаны оброрушились на отряды Мэвы со всей силы Будто хотели вытолкнуть ее из пещеры Однако тактика эльфов сработала против них Королева Заинтригованная яростным сопротивлением Решила любой ценой узнать Что же скрывают таинственные пещеры Обычный бой Интересно Превосходно Замечательно Руна Таштепок Ладно одного кобеля О, да вы Довы рофлить Руну надо убрать А неплохо Я хочу так пойти Это что? Почему оно раненое? Что за способность у него? Рвение Создайте Сыграйте отряды из вашего сброса И уменьшите их силу наполовину Рвение Приказ Истерити Дружественный отряд Ходов до восстановления Один То есть Эта штука всегда будет выхиливать Хрена себе Они имбали Как обычно Левый Правый Левый Правый Надо друг другу помогать Что серьезно? О, Мелители Надо друг другу помогать А как посмотреть Что это было? Выберите дружественный отряд Сыграйте все его копии Из вашей колоды Чаров ли те Я ж Я ж Я ж так это Никого убить не смогу Реально Вообще нету смысла Мне надо Откуда-то взять Сразу Одиннадцать Урона Чтобы Медиков Перебить Одного Хотя бы Одного Медика Одиннадцать Урона Чтобы хотя бы Одного Медика Перебить Но Стоит Заметить Стоит Заметить Что Хотя бы Броню Я могу Перебить Хотя бы броню я сейчас им перебью можно было сначала его разыграть принципе он тоже неплохо хорошо нет у меня еще столько урона его разыгрываю тоже можно было поджечь уже опять что-то сыграл смерть хайны и еще один медик так это уже 6 очень нормальные вы не отступает там должно быть что-то ценное чтобы это ни было рейнард рейнард батюшка утец дисциплина принесет нам победу о май грудь из имба вышла с ним надо разыгрывать но лучника я уже не цель ты что творишь это ну и подожечь почему бы не поджечь пускай они друг друга подхиливают постоянно пускай а я еще ловушку до вилка могу разыграть потом как-нибудь очень хитро жопа но их не закон дриж он спасавал это скотина спасавала рейнарда я могу тебя забрать я забрал рейнарда а зачем я забрал рейнарда кто-нибудь знает зачем пёсик бы остался ох его втвай хорокер это же это все это не контрится я даже наверное не буду это может одну давилку ловушку убрать алхимика у что делать взять одну ловушку до вилку и у так но первое это райла выходит это стопудово пока живу не сложу оружие айлирен смерть ожидает нас всех заблокировала она заблокировала мою вкусняшку я убью ее за этого лечит по вашему приказанию прибыл клянусь я арбалетов не пожалею я убью тебя на нахуй и обилки не пожалею райла работой что мне надо что мне надо военную повозку давай будем арбалетами играть да будем будем нет ли у тебя чего пожрать а то я голодный что твой волк покажем из чего мы сделаны это того гниту надо убивать доспехи их не спасут но я чувствую супер камбу пока придерживая ай ну нахер будет исполнен но на всех выхилит сейчас у меня уже политиков не было а хер с ним самая главная фишка это что сейчас это то что я восстанавливаю приказ черные райли с помощью хавьера выбирая черный райли карту которую я хочу а я хочу арбалетчик а я этим арбалетчиком убью эту дрянь хотя да я убила точно одной стрелы убью эту дрянь арбалетчиком а теперь я еще раз восстановлю райли заряд райла вызовет мне карту я хочу поджечь ряд сейчас будет больно вот этого гниду надо убить а теперь у меня есть я же еще не играл карту да райнард а теперь дорогой мой восстанови заряды хавьеру рота вперед марш и черный райли заодно и мы разыграем еще какую-нибудь карточку например например какую пока что мы восстановим полкового барабанщика я думаю да да в войсках мне делать нечего хавьер восстанови заряд ты теперь можешь умереть если что ему будет намного сложнее убить райлу а райлой я потом достану гаскона который просто до жопы будет перебафан а перебафан до жопы он будет знаете почему потому что у меня три кобеля прачника это кстати тоже сейчас бафнулся гаскон да ради бога хоины а опять он этого гнинкара блин восстановил другу помогать а нет я сначала перенесу этого а потом выставлю сюда прачника долбану по своей легкой пехоте перенесу я их всех получается они бафнулись ну и хер с ними а я уже пока блин затупил немного ладно полевая подмога пойдет иногда так повезет что лучше пешком пройтись пока пойдет я очень ждал что ты так и скажешь каждый раз когда вы играете альфа усиливайте его смежные отряды нет я хотел разыграть ловушку до вилку и бафнул а с хера ли он бафнул ну ладно это потому что у меня моя ловушка сломалась поэтому они бафнулись тем не менее это это баф гаскона идет не он опять говенкара этого медика медика до говенкара скотина это эльфская земля тхойны таких как вы здесь ждет смерть все пас подожди подожди я это так не оставлю я полностью тебя уничтожу я полностью тебя покараю чем они больше тем проще попасть чем проще хорошо спрятать легко вот а теперь мы вызываем черную райлу и гаскону который пробавился до 26 и выставляем его а ведь уже становилось скучно они сопротивлялись до конца разве не прелесть по моему прелесть когда лирийцы прорвали ряды эльфов мэва была уверена что те отступят и перегруппируются но к ее удивлению с кейтаэли сражались до самого конца похоже было что пещеры скрывают нечто по-настоящему ценное когда мэва вошла в очередной грот в нос ей ударил запах крови гноя и мочи тогда она поняла пещеры служили эльфам полевым госпиталем у стен лежали раненые воины они не пытались сопротивляться не молили о пощаде не призывали богов они спокойно наблюдали за людьми с нескрываемым презрением притирка госпожа шепнула райла вы видели на что способны скайтаэли что они делают с людьми они бы нас не пощадили обычно спокойный рейнард не выдержал и прервал райлу так что же ты предлагаешь чтобы мы их перебили воительница ответила шепотом медленно цыдя слова я предлагаю чтобы вы отсюда вышли а я и мои люди довершим остальное нет я не позволю ей я не позволю ей я все-таки в какой-то степени конечно симпатизирую скайтаэли и мне это бесчестно будет просто добивать раненых я понимаю я понимаю что во вселенной ведьмака вообще нету условного добра и зла что здесь все серое скайтаэли скайтаэли тоже они мудаки гандоны но и против них когда-то люди тоже плохо поступили по истории истребили практически эльфов поэтому 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 райла конечно молодец хороший боец но я и запрещаю я покажу себя с высшей стороны типа я постоянно вступаю за эльфов понимаю их проблемы они постоянно мне нож в спину тыкают но я все равно их понимаю мэва посмотрела воительница в глаза и ужаснулась тому что там увидела нет райла мы оставим их в покое тебе ясно после долгого молчания райла кивнула головой и вышла из пещеры рейнард провожал ее взглядом держа ладонь на рукояти меча рейнард послушай ты должен присматривать за райлой пока мы не отойдем на день пути от этой пещеры если она отлучится от колонны попытается вернуться я хочу об этом знать ты понимаешь рейнард кивнул несмотря на одержанную победу они вышли из пещер в траурном настроении ну тут денежки все таки подняли все не так уж плохо вон сколько денежек я для этого здания строил чтобы много денежек выносить что там пиздите я ж ничего не пропустил никакого лута тут ну разве что это хрень тут я типа с одной стороны должен идти сюда по моему квесту а с другой стороны тут прям обходной путь есть я пойду обходным путем я даже портану сюда вот так вот правильно я иду типа да типа да ну что это было спросил мэва ехавшего рядом рейнард Вопль, похоже, человеческий. Проверим. Возьми пару людей и едем. Быстро. Крики доносились из небольшого поселения. Когда Мэва проезжала между домами, ее конь встал на дыбы и пронзительно заржал. Кругом так и кишели трупоеды. Чудовища окружили нескольких нильгарцев, которые тщетно пытались отогнать их пакелами. Рейнерд окинул взглядом поле боя и заявил. Не устоят. А доспехи у них слишком тяжелые, чтобы убежать. Ха! Конечно, спасти. Так или иначе, между двух зол я здесь выбираю меньше. Прибью кучу трупоедов. Еще смотреть с нильгарцами чего-нибудь это. Какой-нибудь замутик замутим. Сначала Мэва не знала, что и делать. Но увидев, как Гули выхватывают одного нильгарца и шеренги живьем разрывают его на части, она вынула меч. Никто не заслуживает такой смерти. Рискуя бы от души посмеялась, но именно так и случилось. Глядя на гниющие клыки Гули, из которых капала вонючая слюна, королева задумывалась, точно ли она приняла правильное решение. Отступать, однако, было уже слишком поздно. Короткий бой и аж дополнительные карты. Так. Так, ооо, мои ребята грустные. Полевой барабанщик меня устраивает. Этот меня тоже устраивает. Руна. Пффф. Очень-очень даже ничего. Я оставляю. в начале каждого второго хода поглощайте верхний отряд из вашего сброса ну как и обычно вначале каждого хода призывайте накер из вашей колоды или усиливайте отряд на одну единицу весь этот ряд заполнен а то есть он еще и усиливаться будет ли сериал заполнен да вы за и своими накерами они ж не контрится в смысле не контрится 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 же контрится а че нет так а теперь как бы грамотно тут что тут разыграть эти что делают появляется на поле в начале первого раунда после четырех ходов в начале хода вызовите на дуэль слабейший вражеский отряд что-то странное ну конечно не хотите вас кушать 8 я могу только 7 урона нанести ладно будем от этого играть войсках мне делать нечего ай ну заебись да как их контрить этих монстряк мне нужен ведьмак который будет просто это одной кнопочкой очистить поле от всяких тварей и ну самый серьезно самые сложные бои это вот блин с монстрами вот как это законтрить к откуда мне стоит вот за за один выстрел вот снести столько здоровья потому что ну блин и начались я сейчас его не снесу все хана как и с этими в общем то а попробуй ты их снеси еще авьер выходи как прикажете имба вышла поджигаем поджигаем вроде чего поджигаем это поджигаем мы оба поджигаем он может сразу восстановить заряд арбалетчик пойдет доспехи их не спасут может еще арбалетчик будет нет ну выложу у меня то уж нету сил у меня то уж нету сил да ладно да чтобы кули сожрали хех пиши королева приняла решение семерка урона мне тут есть есть хотя бы эту жабу убить на ту мне уже наверное не хватит так у меня есть у меня есть Рейнард ну заипись там еще одна имба на нее надо 8 сразу единиц урона отдавать достаточно одной стрелы так ну что делать по шестеркам долбануть долбануть а чего нет надо было подождать следующего хода гнилец гнилец он выкинул гнильца не надо выкидывать гнильца ты что творишь не тряси это и пошел забав опять эту гниду надо убивать я не позволю ей укажите мне цель дамажить моих опять он его выложил а может когда нибудь закончится не арбалетчика собираю мне нужна двумиритовая бомба против них у меня есть план у меня есть план хороший план так херня план ну ладно похер по шестерке ударим я должен активировать этих гнильцов я просто обязанных активировать отлично арбалетчик по вашему приказанию прибыл ну блин ну вон оно опять забавалось и все и я ничего не могу спалить рейнарда могу только как этих лягушек мне сразу законтрить ну не контрится пускай так или убрать этого райла все пойдет прямо сейчас райла не законтрит их ни одной этой жабы не законтрит но мы попытаемся почему вы нам помогать потому что нам так хотеть как прикажете райла что мне от нее сейчас надо точно не повозки абсолютно точно не повозки абсолютно точно не повозки абсолютно точно не повозки а вот арбалетчик очень даже так я уже отыграл да одну эту лягушку можно грохнуть отдать обилку и грохнуть ну все равно еще отыграем обыграем что-нибудь так грохнуть эту лягушку я могу чем как бы изломщик арбалет еще один арбалет еще один арбалет достаточно одной стрелы там будет две единички три уже ладно еще один арбалет играем по полной где мой арбалет укажите мне цель мне есть еще чучело если что хрясь все и кончаю ее пафаться оно не будет превосходно отыграно превосходно а на этих похер они они горят хорошо так вот эту куру надо сразу быстро обнулять вот я идиот чучело хавьер фу я забрал его просто повезло что я забрал его то я затупил он блин еще одну вызвал ну ладно чтобы кули сожрали тише королева приняла решение кстати под арбалет ну в в в в в